Открой, открой дверь, я хочу вертеп снять. А это... Это наш подъезд. Я сделала в подъезд... Не включаю свет. Потому что я сделала в подъезд вертеп. Я показывала, как я его делаю. Вот такой вертеп. Вот так лучше видно. Вот такое вот украшение. Классно. Вот такой у нас Дед Мороз висит. Рождество. В Испании. Это мои окна. Я вот так в этом году украсила. Я очень люблю праздники. Рождество, Новый год. Люблю украшать. У людей на балкончиках иллюминация. Вот такие елочки. Сейчас мы с вами прогуляемся по нашему городу. Это просто чудо. Всё украшено. Всё светится. Эти апельсины посвеченные. Просто чудо. Тут у нас такой небольшой скверик. Где собираются просто посидеть, поболтать. Народ. Это чудо. Апельсины. Они сейчас скоро уже цвести начнут. Это тоже такой запах. Просто, просто чудесный. Туристы ходят, всё снимают. Это так красиво. Летом здесь выставляют столики везде. Кафе. Сейчас будет время, когда будут каледовать. Будут вот под эту ёлочку приходить и каледовать. О, какая луна! Повно. Угу. Ну, пойдём дальше гулять. Такая вот. Вот эти все украшения. Абсолютно ничего сложного. Это мы вокруг дома обошли просто. Очень красиво. Не только я украшаю. Вот вставляют. Папа Нуэль. Папа Нуэль. С подарками. Много людей. Гулянка. Похоже, что церковь работает. Открыто. Такая... Ой. Возьми меня за руку. Такая площадь. Да. Детки здесь выступали. Да. Детки здесь выступали. Эта церковь. Вот и такая площадь. Все ресторанчики открыты. Интерьер у всех обалденный. Сейчас людей очень мало. Потому что это Рождество. Это семейный праздник. Мы тоже вчера с семьей сидели. А сегодня решили сделать небольшую прогулку по городу. Смотрите, какая железа. Голова. Комета. Крест, украшенный рождественскими цветами. Лос Дос Каньонез. Знаменитый ресторан. Колокольня. И апельсины. О, на колокольне тоже сделали эту рождественскую звезду. Колокольня. Подсветочка. Мандарины. Апельсины. Голова. Привет. Привет. Как твоя прогулка? Супер. Так красиво. Прохладно, конечно. Я тебя ловлю. Ну, отсюда класс, да? Как вообще здесь каждый шаг? Нос Дос Каньонез. Что это? Ресторан Две Пушки. Две Пушки. А тут оленей. И пушки. Еще те старые-старые пушки. Ну, а тут вот такая... Ну, ты видишь украшение? Это пластиковые бутылки. Ничего не надо придумывать особо. И тут кафешка в этой улочке. Да, сейчас большинство кафешек закрыто. Да. У них удивительная вот эта традиция. На Новый год все рестораны и кафе максимально все. Ну, как почти все закрываются. И все уходят в отпуск. Рождество, Новый год. Они все, все, ими все по домам. Поэтому попасть в ресторан, в принципе, не так просто. Видишь, как я... Как будто из Латландии они прибежали. Да? Эти цветы рождественские. Каждый год их меняют. Вообще тут очень часто во всех этих клумбах высаживают новые цветы. В этом году вертеп вот такой вот огороженный. Использовали клумбу. И совсем новые фигурки. В прошлом году было все по-другому сделано. Корзины с апельсинами. Очаг. Хм, прикольно. Пошли там спустись. Я вон там еще хочу показать, как колодец сделали. Петух стоит. Где спустимся? По этой улочке. А я думала там выйти показать. Нет смысла. Ну, сейчас ты раздели, и я там спустюсь. Ну, такой сделали колодец в клумбе. Очень здорово. Ну, такая вот с этой позиции центр города. Это возле галачка уже сказала, адъютамента. Но это мэрия. Вот это старая крепость возле Дос Камьонес. В ней рестораны сейчас. Да. В этой крепости получается раз, два, три. Три, да, ресторана? Да. Три ресторана. Или четыре. Нет, три, по-моему. Кто же ресторан? Ресторан Патио. Патио. Там вообще интерьер очень-очень старинный. И рядом жилые дома старые люди живут. Он сейчас закрыт, потому что все закрыто. Но по ресторану мы сделаем зарисовку отдельную. Тут очень узкие улочки. И можно ездить только людям, которые тут живут. Ну, или доставка продуктов. Он такси приехал за днем. Смотри, как люди сделали себе. Видишь, уголочек. Ну, мы спустились на параллельную улицу. Тут здесь такой небольшой скверик, дворик. Ну, и там параллельно улица людей. Много живет машин. Это площадь. Ну, можно сказать, рыбачья площадь. Площадь рыбаков. Вот такое украшение дерева. Вот рыбацкая семья. Скульптура. И тут все сверкает. И Эльфара Бланка. Бианко. Ну, можно сказать, по-простому, белый маяк. Еще раз далеко. И дом с фламинго. Вышли на центральную улицу. Все в огоньках. Люди, туристы, в основном гуляют. Галочка от меня проталась. Я заходила в ресторан. Я только понял. Посмотрела. Открытый ресторанчик. Там, где мы купили с детьми. Что, идем к домику? Пошли к домику. В этом году новая локация. В прошлом году здесь стоял паровозик. И тоже очень была популярная локация. Пришли фотографировались паровозик с подарками. Витя пошел в этот шикарный домик. Как красиво. Все светится. Все. Класс? В прошлом году здесь был паровозик. Приятно это от тебя услышать. Да, да, да. Потому что мы спорили. Он говорит, я этот домик уже видел. Я его видел, только не знаю, где. Да, в эскизах. Да, до моря. Вот такие теплые руки. Видите? Потому что реально тепло. Реально замужем. Я хочу понаглеть, пока машинка немного. Я не могу. Давай, давай, давай. Ваня, давай, давай. Хорошо, хорошо снимай. Ай, страшно. Видите? С маргардом. Вытащил меня на середину дороги. Бонфи, Фелис Навидад, Бенас, приятно? Вот такие витрины, все украшены. Это аллея, когда мы первый раз сюда приехали. Тут висели апельсины, мы первый раз увидели зимой. Да, там украшенная виска. Рой, я не по нее не достаю. Сделай так. Зироньку сфотографировала? Зиронька моя. На, попробуй ты. Смотри, как отражается в гостинице, да? Не, в Мерседесе тоже. В Мерседесе. Это, кстати, настройка движения. Вон оно, двухстороннее. Ты же здесь ездишь. Я забыл. Здорово. Это кафешка. Там море. Да, и там наше украшение на каждый день. Какие омары. Это суши-бар. Они работают. Прям при тебе делают рыбу. Прям на улице. Ресторан с фотографиями знаменитых людей, кто у них был. Ну, уже вижу он. Том Круз. Мадонна. Так, просто вот так вот заглядывая. Ди Каприо. Украшение какое красивое. И мы пришли. Мы пришли. На украшение ежедневное. Это море. Тут пяти ручек. Таштиль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На Рождество Привет! ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok